Всем привет, дорогие друзья! С вами Феоствун и сегодня я хотел бы пролить свет на вопрос, что же все-таки выгоднее призывать в игре, экипировку или героев? И для начала, конечно же, мы рассмотрим этот вопрос с разных сторон, но сперва, конечно, посмотрим на шансы призыва. Для этого у нас есть специальная вот такая кнопка в игре, шанс призыва, где разработчики уже все расписали, но мы сейчас посмотрим в эти цифры и разберемся. Первое, что, пожалуй, стоит сказать по поводу призыва героев, у нас здесь следующая ситуация. У нас 78,25 шанс, что у нас в призыве выпадет герой на одну звезду, 19% шанс, что выпадет герой на две звезды. И нас интересует только вот этот последний показатель, 2,75, что выпадет герой на три звезды. Когда вы призываете какого-то определенного героя, ну, допустим, вы хотите Барри или Тинью, у вас шанс, что призовется именно этот герой, которого вы призываете, 1,375%. И точно такой же шанс идет на то, что вы призовете не того героя, которого вы хотите, но какого-то другого уникального героя. Поэтому часто получается, что там призываю Барри, выпадает, допустим, Тинни или Марина. Шансы 50 на 50 у вас получается. Ну, то есть у вас шанс всегда 2,75, что вы получите именно уникального героя. Но при этом этот шанс делится на 50%, что вы получите либо того героя, которого вы крутите, либо любого из всех других остальных уникальных героев. И когда вы используете 10 круток, у вас идет гарантом, что вы хотя бы одна коробка будет с героем от 2 звезд и выше. То есть когда вы крутите 10 призывов, у вас никогда не будет, что все 10 призывов однозвездных. Хотя бы одна коробочка будет на 2 звезды или, если вам сильно повезет, на 3 звезды. Вот это у нас такая ситуация, что касается героев. Что касается оружия, у нас тут более маленько сложная формула для вычисления. Смотрите, как у нас идет призыв оружия. Причем у нас тут ситуация маленько разная, когда мы призываем какое-то конкретное оружие, которое мы хотим. Или когда мы призываем просто рандомное оружие, там у нас идут другие шансы. Если мы просто призываем вот какое-то оружие. У нас идет шанс, у нас, кстати, никогда не выпадет экипировки однозвездные. Начинается от 2 звезд. И 58% шанс, что выпадет экипировка именно 2 звезды. 27% шанс, что выпадет экипировка 3 звезды. И далее у нас уже 9% что выпадет экипировка 4 звезды. 3% что выпадет экипировка 5 звезд. И 3% что выпадет какая-то особая экипировка. Причем, это именно идет не экипировка на уникальных героев, потому что здесь в целом 38 предметов. У нас сейчас в игре только 20 уникальных героев и 18 здесь... Вот почему 38 предметов? Здесь 20 предметов для ваших уникальных героев и 18 предметов для ваших двухзвездных героев, но именно именных оружий. Вот эти вот там именной посох Дольфа или что там у нас, именная корзинка для Грэмари. Вот такое вот оружие сюда тоже записано. То есть именно поэтому, когда вам выпадает там белая коробочка, вы иногда так радуетесь, а оказывается, что это просто предмет желтого цвета именной там типа Либеры на рыцаре, допустим. Поэтому и нужно это учитывать и не рассматривать. Знаете, кому-то могло показаться, вау, шанс призыва героя 2.75, а шанс призыва оружия 3%. Нет, на самом деле, если мы из этих 3% исключим 18 предметов, которые у нас идут на двухзвездных героев, то получается у нас шанс выбить зеленую экипировку 1.57%. Но на самом деле надо смотреть на другой аспект. Смотрите, когда мы призываем какую-то конкретную экипировку, то есть там, допустим, я хочу выбить Экизах на Огму, то у меня шансы распределяются уже маленько по-другому. У меня не 3% идет на всю экипировку, а у меня идет уже 1%, что я выбью тот самый Экизах и 2%, что я выбью остальные 37 экипировки. И таким образом, в принципе, повышается шанс, что вам выпадет зеленая уникальная экипировка на героя, а не что-то еще. То есть, понимаете, у нас здесь остается один шанс вот от этого призыва. И вот из этих 2%, смотрите, давайте вот так, чтобы вам было нагляднее. Мы вот эти 2% делим на 37, на количество предметов, которые у нас может выпасть. Они тут, правда, уже поделили 0.54 тысячных у них получилось, но там могут знаки после запятой маленько не учитываться, хотя здесь они максимально близки. И мы теперь это число умножаем на 19 предметов, которые из этих 37 остались именно зеленой уникальной экипировки. И получается, что шанс на ее выпадение у нас прибавляется еще 1,02%. Но и это еще не все, потому что вот здесь нам пишут, что уникальная экипировка специфичная, она может также выпадать среди 5-звездных предметов, среди вот этих 179. И чтобы этот процент уже рассчитать, мы 3% делим на 179 и умножаем на 20. Получается еще 335 тысячных. И теперь мы к этому показателю прибавляем 1,02, который мы получили, и добавляем 1% вот отсюда. И получается, что в целом у нас шанс выпадения уникальной зеленой экипировки на героев, когда мы крутим какую-то конкретную экипировку, 2,355 тысячных. Вот такой вот шанс на призыв экипировки. То есть у героев маленько больше шанс, что ты все-таки выбьешь героя. Но нужно рассматривать еще другой аспект призыва. Когда мы призываем героев, мы всегда получаем косички. А так называемые кристаллы героя. Вам будут давать 1 косичку за повторку нормального героя, 8 косичек за повторку редкого и 50 за повторку эпичного героя. И эти кристаллы героя, они, ребята, очень важны, потому что для максимального лимитбрейка героя вам понадобится в сумме 700 косичек. А если вы хотите пати из 4 уников, вам понадобится 2800 косичек. И в основном это самый, ну как бы, легкий путь фарма этих кристаллов. И их нужно, и их нужно очень много. Если же вы призываете оружие, вы будете получать магический металл. 10 магического металла за 1 призыв. И в целом вам будут давать 100 магического металла за 10-кратный призыв. Ну, давайте, конечно, сравним. Магический металл тоже важен. Но косички, на мой взгляд, важнее. Магический металл можно нафармить путем преобразования экипировки. То есть, если вы любую экипировку 5 уровня... Давайте через инвентарь сейчас покажу. Вот, ребят, у нас в инвентаре есть кнопка извлечь, которая позволяет именно из 5-звездного снаряжения, там 4 звезды, 3 звезды уже не подходит, получать этот самый магический металл. Причем, неважно, это зеленый предмет, или это, допустим, желтый, или даже просто оранжевый предмет, вы будете получать 30 магического металла за экипировку 5 звезд. Единственное исключение, это именное оружие. За оружие редких героев вы будете получать 100 магического металла, и за уникальное зеленое оружие 300 магического металла. Плюс еще столько же будут давать за каждый лимитбрейк. Но в целом, вы понимаете, да, экипировка 5 звезд равно 30 магического металла. Экипировку можно делать самому. Для этого вам достаточно взять любой предмет. Трехзвездных предметов их, поверьте, как бы сыпет нормально. Берем любой предмет 3 звезд, усиливаем его до 4 звезд за 110 тысяч золота, и потом с 4 звезд усиливаем до 5 звезд за 230 тысяч золота. Итого мы можем как бы суммировать, что 30 магического металла нам обойдется в 340 тысяч золота. Я это зачем сейчас считаю? Просто чтобы вам показать. Мы сейчас это еще обсчитаем в затратах энергии. Ну, допустим, те же самые косички мы вроде как тоже можем получать через рюкзак, обменивая повторные жетоны уже прокачанных героев. Но здесь очень мало выходит. То есть, видите, за такие большие показатели я получу 96 косичек вот за все вот это. Но мы все равно сейчас обсчитаем, сколько мне пришлось бы потратить энергии, чтобы получить столько же косичек, сколько мы получаем за один 10-кратный призыв. И сколько мне придется потратить энергии, чтобы получить столько же магического металла, сколько я потратил бы на один 10-кратный призыв экипировки. Здесь еще следует как бы озвучить, что получение в рифте золота, оно у нас всегда одинаковое, то есть мы, если мы фармим прямо рифт золота, за одно прохождение мы получаем 18832 золотых, вот, смотрите. Тут опять же для наглядности достаем наш калькулятор, смотрите, мы уже знаем, что 340 тысяч голды нам обойдется 30 магического металла, то есть делим на 30, получается 1 магический металл обходится в 11333 голды. Теперь умножаем это на 100, чтобы узнать, ну, сколько будет нам стоить 100 магического металла, выходит цифра 1 миллион 133 тысячи, и вот это все мы делим на 18832, сколько мы получаем за одно прохождение рифта 75 уровня. Получается, мне нужно будет 60 раз пройти этот рифт, по 10 энергии на каждый рифт, и того 1 10-кратная крутка экипировки в эквиваленте энергии, которую мы потратили бы, чтобы получить 100 же магического металла, нам обошлась бы в 601 единицу энергии. Даже можно сказать 602 единицы энергии, если округлить. Запомним этот показатель, и теперь такие же расчеты мы произведем для рифта героев. Здесь, в принципе, есть цифры, уже заботливо указанные разработчиками. Вот здесь нам пишут, что в среднем мы будем получать 17,3 камней за 1 заход. И чтобы было понятно, это указывается, что мы будем получать в среднем 16 камней редких героев за 1 заход, и 1,3 камней уникальных героев за 1 заход. В нашем дискорде мы делились друг с другом скриншотами многократных заходов для фарма камней эволюции, и эти скриншоты в целом подтверждают вот эту статистику. Где-то иногда больше, где-то меньше, но в среднем оно так и выпадает. И чтобы понимать, сколько же примерно косичек мы зарабатываем за 1 крутку, я могу... Ну, поскольку я снимаю видео на YouTube, я все свои крутки записываю, и у меня есть данные за последние мои 90 призывов. И я могу вычислить примерно среднее арифметическое, сколько же там выпадает. Хотя мы можем то же самое посчитать из тех показателей, которые нам дали разработчики. У нас получается, однозвездные герои у нас выпадают с шансом 78%, то есть мы умножаем на 10 за 10 круток, и умножаем на 0,7825. И получается, что в одной коробке нас примерно будет ждать в среднем 8 коробок с однозвездными героями. Ну, там, 7,8, но в целом примерно 8. Запоминаем эту цифру, 7,825. Что касается редких героев, у нас получается 8 умножаем на 10, умножаем на 0,19. Итого в коробке будет примерно 2 редких героя. Чуть меньше, но примерно 2 редких героя. И далее, что касается уникальных героев, это мы 50 умножаем на 10 и умножаем на 0,275. Вот так вот. И выходит 13,75. Здесь я, наверное, должен сразу оговориться. Мы сейчас считаем сразу в кристаллах героев, которые вы получите за призывы. И вот эти 13,75 кристалла вы, скорее всего, не получите. Потому что если у вас новый аккаунт, то вы вместо этих кристаллов получите просто героя уникального. А эти кристаллы вы будете получать только если вам повторно будет выпадать уникальный герой. Ну, для таких аккаунтов, допустим, как мой, да, у меня уже большинство героев собрано. Мне не хватает всего 6. И у меня очень велика вероятность выпадения повторных героев. Но на аккаунтах, на которых еще мало уникальных героев, будут выпадать именно уникальные герои. И, может быть, для них было бы правильнее считать без вот этих 13,75. Но для себя я посчитаю именно с этим показателем. Но вы держите в уме, что если вы новичок, то у вас будет выпадать кристаллов как бы намного меньше. Но вот эта цифра нам показывает 13,75. То есть, если мы 50 делим на 13,75, примерный шанс, на самом деле, что при каждой четвертой крутке нас ждет уникальный герой. Хотя, по ощущению, такого, если честно, не скажешь, да? Но те счастливчики, которые выкладывают у нас в Дискорде скриншоты, где им выпадает по 3 героя за раз, наверное, со мной бы поспорили. Теперь нам надо все эти цифры сложить между собой. То есть, мы 7,825 плюс 15,2 плюс 13,75. Итого в сумме у нас выходит 36,77 косичек нам падает за 10 призывов героев. Ну да, оно, в принципе, так и выходит. Потому что я посчитал свои 90 призывов. Мне за 90 призывов выпало 300 косичек. Если учитывать, что некоторые герои, которые мне там падали первый раз, если бы они у меня уже были на руках, и тогда эти 300 поделить на 9, вышло бы 33,33 косички. Ну, как раз очень близко к этому показателю. Теперь давайте посчитаем, сколько нам нужно будет фармить рифт с камнями пробуждения, чтобы вот эти 36 косичек получить. Для этого нам сначала нужно узнать курс обмена косичек. Он у нас указан вот здесь. За... Смотрите, за 80 камней редких героев мы получаем 1 кристалл. И за 40 камней уникальных героев мы получаем также 1 кристалл. Теперь отправляемся в рифт. Я, знаете, зачем, ребята, вот все вот так подробно показываю, чтобы самые такие дотошные люди, которые со мной будут не согласны, они видели все расчеты от и до. И, ну, чтобы они такие не говорили, откуда ты взял эту цифру? Чтобы они могли сами при желании проверить. Теперь смотрите. Вот здесь наш 17,3% шанс. Давайте откроем калькулятор. Даже давайте будем считать шанс 17,4%, потому что в обновлении, которое вот-вот в игре выйдет, этот шанс как раз поднимут. Итак, у нас 16 камней в среднем выпадает за 1 заход. 16 камней это... Мы, смотрите, мы делим 16 на 80, и получается, что это 0,2 кристалла героя за раз. За 1 заход мы получаем в камнях редких героев. И 1,4 мы делим на 40, и получается 0,035. Прибавляем к этому 0,2, и выходит за 1 заход мы получаем в среднем 0,235 кристалла героя. Запомнили эту цифру. Теперь мы 36,775 как раз вот на это число делим. То есть это сколько мы получаем кристаллов героя в среднем за 1,10-кратный призыв героев мы теперь делим на то, сколько мы примерно получаем кристаллов героя за 1 заход в рифт на 0,235. И выходит, что нам понадобится 156 раз пройти рифт, чтобы получить столько же косичек. Ну и плюс, если мы это еще умножаем, то есть это нам сколько понадобится энергии, нам понадобится 1565 энергии, если округлить, чтобы накопить столько же косичек, сколько мы получаем за 1,10-кратный призыв. Здесь единственное, что нужно кое о чем оговориться. Вот этот курс обмена кристаллов, он, конечно же, очень невыгодный. Есть одна лазейка, как получить выгодный курс обмена, но это работает только с уникальными героями, а не с редкими. Но, тем не менее, если у вас есть вот такой вот расходник, как камень сброса героя, их очень редко разрабы дают, только за всякие там особые события. Один дают на каждый аккаунт сразу, и вот пока что только два получилось таких добыть за всю игру. И этот камень, он позволяет по выгодному курсу сбросить героя. То есть, если я беру какого-то своего героя, ну, допустим, вот у меня максимально прокачанная Барри, и я хочу ее сбросить, я получу сразу же на руки 1280 косичек. Это потому, что я получу косички не только за лимитбрейк, 700 всего косичек в лимитбрейке, все остальные косички, они считаются в камнях эволюции этого героя. И этот курс обмена, он равен тому курсу обмена, который у нас указан вот здесь вот в магазине в роста героя. То есть, мы получаем за один камень эволюции уникального героя пол косички. И если мы будем считать именно вот по этому курсу, да, опять же сейчас достанем наш калькулятор, только мы на этот раз посчитаем все наши камни уникального героя по курсу обмена магазинному. Тогда у нас выходит, что мы... Ну, как бы, смотрите, у нас получается пол косички, да, то есть два камня, это одна косичка. Мы... Выходит 1,4, делим на 2. Ну, или я мог просто умножить на 0,5, что-то затупило. Ну, ладно, это не важно, результат был бы таким же. Выходит у нас 0,7, да, и мы к этим 0,7 еще прибавляем 0,2 за камни редких героев, и выходит 0,9 кристалла героя за заход, именно если считать по курсу магазина, по курсу сброса героя вот этим камнем сброса. И тогда мы 36,775 делим на 0,9. У нас выходит 40, и умножаем это все на 10, и получается 408 энергии нам понадобится, чтобы сходить в рифт и получить столько же косичек, сколько мы получаем за один 10-кратный призыв. Но надо понимать, что вот это именно идет расчет под камень сброса. Я даже не знаю, как лучше донести свою мысль. То есть, понимаете, если смотреть на это, да, может оказаться, что выгоднее получается все-таки призывать героев и косички фармить проще. Но, кроме того, что вам для этого нужны камни сброса персонажа, которых в игре очень ограниченное количество, кроме этого, вам нужно прокачать героя на максимум. Это, ну, потому что иначе не очень продуктивно тратить камень сброса героя для неполного сброса. А героя я даже сейчас пересчитал. Чтобы вам полностью прокачать героя на 5 звезд, вам понадобится 8 тысяч с лишним энергии. Не 6 тысяч, а именно 8, именно исходя из игровых шансов. И вот я даже сейчас, у меня есть барри, да, на которой у меня есть 200 лишних камней эволюции. И я бы мог, чисто теоретически, там надо 1160 этих камней, чтобы получить максимального героя. Я бы мог сейчас накопить эти 1160 и сбросить барри и прокачать ее заново. Потому что это для меня, вроде как, ну, нужный герой. Но я понимаю, что я не хочу сейчас тратить 8 тысяч энергии, чтобы просто прокачать барри и получить эти косички. У меня есть много других героев, которых я хочу прокачать. И вам, если у вас нету уже, там, несколько прокачанных пачек, все герои 5 звезд, вам, ну, как бы, невыгодно тратить энергию, чтобы получить вот эти косички. Вы косички и так, помаленьку, где-то там с призывов получите. Это уже можно делать, когда у вас действительно, когда у вас действительно уже несколько прокачанных групп героев. И когда у вас, ну, может быть, очень много накапало камней развития с разных ивентов и с прочего. То есть вот то, что у меня там есть, 200 с лишним, оно не в счет. Надо еще поднабрать. Ну, пускай их будет 500, и я уже остальную половину доберу в фарме рифт. Но и то, знаете, ну, как бы, мне сейчас куда важнее энергию тратить на развитие, а не на получение косичек. То есть мне нужно еще много каких героев развивать. Поэтому я бы на это, ребят, не ориентировался. И если мы будем все-таки брать курс не сброса камня, сброса героя, а брать курс обмена в рюкзаке, то получается совсем невыгодно. И выгоднее все-таки призывать героев, нежели чем призывать оружие. Да, чисто психологически всегда. Вот призвал оружие, получил коробку полного фуфла. А за героев ты всегда получаешь косички. Ну да, за оружие ты всегда получаешь магический металл, но все-таки магический металл не так сложно фармить именно через золото. Вот такой вот мой итог. Еще раз вот давайте вот так вот это все высветим. Все шансы где-то в одном месте, чтобы это было наглядно. Можете потом куда-то вставлять это, делиться с вашими друзьями. Подписывайтесь также на нашу фан-группу ВКонтакте и наш фан-дискорд. Там вы тоже найдете много полезной информации. А у меня на этом все. Надеюсь, это видео будет для вас полезно. Жду ваших комментариев. Уверен, многие захотят со мной поспорить в комментарии. Я всегда за конструктивную критику в цифрах с размышлениями. Если это не просто. Ай, Фёст, ты не прав. Я люблю призывать оружие, поэтому оружие круче. Но, по крайней мере, я в этом видео показал, что и то, и то выгодно. Но выгодно только в одном случае, если, ну-ка, то есть я как бы хочу намекнуть. Оружие призывать выгодно только в том случае, если вы будете использовать камень сброса героя для фарма косичек. Вот и все. Если нет, то не выгодно. Это как бы первый момент. И второй момент. Все-таки шанс призыва оружия, именно того, что вы получите зеленое именное оружие, он в итоге меньше, чем шанс того, что вы получите героя. И это раз. А два. Оружие, в отличие от героев, оружие вы можете получать и с рандомного развития экипировки рас. И во всяких разных ивентах, когда, ну, там, в награду дают рандомный пятизвездный предмет, это всегда есть небольшой шанс, что это будет именно именная экипировка. Ну, и еще самое главное, вы один раз в месяц за 300 магического металла, который даже не так сложно нафармить с помощью золота, вы получаете с бокса, вот этого бокса, который у нас вот здесь вот... Так, где у нас? Вот здесь вот эпичный бокс. Каждый месяц вы можете один бокс за 300 покупать и один бокс за 900, это тоже экипировка. То есть, ну, можно сказать, что да, экипировки нужно больше, потому что героя ты один раз призвал, и он у тебя есть. А экипировку еще нужно качать на лимит брейк. Но экипировку проще получить, вот, благодаря этим эпичным боксам, благодаря рандомному развитию, благодаря вот этому всему. На мой взгляд, все равно, призывать героев выгоднее, именно поэтому я, если посмотреть за всю свою игру, я потратил на призывы героев 942 попытки, а на призыв снаряжения 141 попытку. Я и дальше собираюсь придерживаться этой практики, призывать героев больше, чем оружие. Считаю, что это сейчас выгоднее. Оружие я смогу получить и за мили, и если повезет, нужное оружие выпадет с вот этих вот зелененьких боксов. Но в будущем ситуация может поменяться. Уже, знаете, в лейтгейме, когда у тебя есть несколько неплохо прокачанных пати, когда ты уже раскачал многих героев до 5 звезд, и тогда, да, тогда действительно может стать необходимость оружия больше, особенно и, в принципе, приобретение пушек и приобретение лимитбрейков на эти пушки. И тогда я смещу вектор, а кристаллы героя буду фармить через сброс героев камнем призыва. Но это будет еще не скоро. В общем, такой вот мой в целом вердикт, что в начале игры выгоднее призывать героев. А уже в лейтгейме, возможно, будет выгоднее призывать оружие, а кристаллы героев фармить через камень сброса, но до этого мне еще не скоро, и вам наверняка тоже. Ну и, конечно, не стоит забывать, что новичкам в целом часто везет, да, там сделают пару круток, получают героя, еще разочек крутанут, тут же получают на него оружие, и в итоге у них есть готовый комплект, а в этой игре именно важно иметь комплекты, герой плюс его оружие, но это уже совсем другая история, и наше видео не про это, а оценка шансов и что у нас математически выходит более выгодным. Ну, а на этом у меня, друзья, все. С вами был 11.1. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в наш фан-дискорд и в нашу фан-группу ВКонтакте, там тоже много полезной информации. Ссылки я оставлю в описании. До новых встреч, друзья!